13.05 в Кирове, программа «Особое мнение» в эфире. Яна Лапшина, говорю слушателю, здравствуйте еще раз. Приветствую гостя нашей студии Валерия Турула, президента Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области. Валерий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерий Николаевич. Приветствую тех слушателей, которые будут смотреть видеотрансляцию на нашем сайте. Ну, я не могла вас не позвать честно после вчерашней новости, после того, как стало известно о том, что Минпромторг анонсировал возрождение ларьков на улицах России, я вас не могла не пригласить. Особенно учитывая, что все это происходит практически день в день с событием, которое три года назад было. Его окрестили в Москве ночью длинных ковшей. Это когда сносили все нестационарные торговые объекты вот так вот массово просто. Там, несмотря на слезы, несмотря на то, что были люди, которые лишались рабочих мест и все остальное. Ну, вот законопроект от Минпромторга уже внесен в Государственную Думу и законопроект завтра будут рассматривать в первом чтении. Есть интервью большое на российской газете заместителя главы Минпромторга. И, честно говоря, он объясняет, зачем Минпромторгу понадобилось возвращать и возрождать нестационарную торговлю. Он говорит, что люди сетей уже наелись. Люди хотят какие-то маленькие такие вот магазинчики возле дома. Люди хотят, чтобы была свежая продукция. Фермеры, которые, значит, не могут попасть в торговые сети, хотят, чтобы была площадка, где они могут торговать. Как это все будет работать, пока непонятно. Все, что говорит Минпромторг, то, что говорит Государственная Дума, там устами некоторых своих депутатов, значит, надо отдать вот это все на местный уровень, чтобы они регулировали. Они там на местах лучше знают. Вот Валерий Николаевич слушает меня и улыбается. Я так подозреваю, что скепсис сейчас у нас нальет наш эфир. Давайте. Что вы думаете? Вы вчера обрадовались, когда эту новость увидели? Нет, я абсолютно безразлично к этому отнесся. Потому что у меня просто возникло такое ощущение деживию. То есть где-то мы это уже слышали, где-то мы это все проходили и так далее и тому подобное. Но в действительности оно, в общем-то, это наши слова, которые мы пять лет назад везде ходили, стучали в грудь и убеждали, что этим надо заниматься. И когда мы говорили о том, что надо создавать систему производства собственных товаров и их реализации через систему малой сетевой торговли вот этих варьков. И мы говорили, если у вас претензии есть к этим киоскам, ну скажите, какие вас устраивают с дизайном и так далее. Если буква И краткая, мы сделаем так, что И краткая будет. И вы даже не заметите, на чем эта краткость висит, понимаете? То есть скажите, что надо. Почему вы так давите и почему вы беспощадно казните этот несчастный малый бизнес? Если вы хотите, чтобы навели порядок, ну давайте наведем порядок. Ведь тогда в ассоциации было больше тысячи киоскеров, собственников киоскеров в ассоциации, которые говорили, давайте, скажите, чего надо, мы сделаем. И мы не будем просить у вас денег. Но их казнили, причем методично. И вот эта вот ситуация, когда ликвидировали ярмарку у ЖД вокзала, да, мы говорили, давайте наведем порядок и сделаем это игрушечкой. Это очишком такого приветствия города Кирова, где все будут в униформе ходить, я люблю Киров и так далее, там подобные, свои товары. Нам что сделали? Приехали в буквальном смысле трактора, демонтаж. Это лежачая забастовка была еще предпринимателя. И вот я сижу и думаю, дать полномочия местным органам власти. Да у них их достаточно, этих полномочий. В 131 законе сказано, что это обязанность обеспечить малое предпринимательство в сфере торговли, как элемент продуктовой безопасности территории. Малым предприятиям должны даваться бразды правления. Да, помните, мы тогда обобщали и говорили, но нас мешает там земельный кодекс. И в этом отношении, пример показал тогда Верхнекамский район, в Керсея, они приняли на уровне муниципалитета решение, благоприятные условия создать для этого, сохранить рынок и так далее. И там было замечательно все, да, и начали делать так, как хотел город. А что у нас происходило? 200 с лишним судов мы проходили на том... Валерий Николаевич тоже ведь делали так, как хотел город, но только... Да, наоборот, но все наоборот делали. Все наоборот делалось. И более того, мы обрадовались тогда, когда предыдущий закон, опять же, по инициативе Минпромторга был издан, где казалось нам очевидным, что устанавливается минимальный уровень обеспеченности вот этими площадями малой торговли, минимальный уровень. А что сделал город? Этот город произнес, это максимальный уровень, выше которого мы подниматься не можем, это явилось основанием для того, чтобы сносить. Мы тогда не поняли, мы говорим, ну это же очевидная вещь, больше можно, меньше нельзя. А нам говорят, нет, вы тупорей, вы неправильно все понимаете. То есть все заточено под сети. Смешка много – это плохо. Да, это все было заточено под сети, начали там центральную часть города выводить и так далее, и тому подобное. Вопрос теперь, если уж серьезно подходить от этих эмоций к тому, что на сегодняшний день происходит, вопрос о другом. Не так, как развивать малый и средний бизнес в сфере торговли, да, вот этих малых предприятий. Не важно, это какие там киоски, ларьки, в крайнем случае… Автолавки. Да, автолавки. Я же тогда приезжал из-за рубежа и рассказывал, что я видел в Вашингтоне. Я около Белого дома видел эти ларьки и киоски. А мне говорят, ты дурак, ты все это сочиняешь. Я приехал из Австрии в Вене, говорю, вот оно все стоит там, но все это сделано цивилизованно, порядочно и красиво, которое удовлетворяет и местную власть, и предприниматели. И я видел тот бардак на этом рынке в центре Вены, который работает рынок до 12 часов, вот этот фермерский рынок. И его до двух часов еще не успели там порядок навести. Ну, извините, это уже вопросы организации и желания… Зато утром там, Валерий Николаевич, всегда чисто. Да. Я приехал из Бразилии и говорю, идет аллея прогулочная вдоль пляжа и так далее, в Рио-де-Жанейро, а с 18 часов разворачивается мелкая торговля и 3 километра ярмарка до 12 ночи. Утром, опять прогулочная зона и так далее и тому подобное. Ну, извините, это вопрос желания местной власти. И, следовательно, я бы ожидал закон не о том, как стимулировать опять в очередной раз, а, по сути, заняться обманом малого бизнеса и сказать, давайте, идите, мы вас приветствуем и так далее. Как в свое время Киселев заманывал, говорил, мы даем вам остановки, выберите это все, только остановки возьмите за обслуживание, условно назначаем вам арендную плану 1 рубль. А на сегодняшний день, вы посмотрите, какие цены… Я вот сейчас бьюсь за киоск, который тур Донар, да, на улице Ленина и угла Герцена. Там переоборудовали… Большой такой поведение. Да, вложили туда 3 миллиона рублей, купили франшизу под этот бренд, натуральные продукты, натуральные технологии с Турции привезли. Предписание снести. Ребята, за что боролись-то? Вопрос, значит… Может, теперь передумают? Не знаю, но я написал письмо, я слезно просил и Ковалеву, и Илью Вячеславовичу, ребята, ну, наверное, этот не тот случай, чтобы… Глава города, глава администрации. Да, да, да. Я не тот случай, когда вот на-то так беспощадно, где-то кто-то там что-то нарушил, вот надо садиться, разбираться, наводить порядок. Ха, не, мы снесем, вы чего тут, вы ерундой не занимаетесь. Ну, я думаю, поправим эту ситуацию. Следовательно, возвращаясь к закону, я бы закон называл не как стимулировать малый бизнес в очередной раз поверить власти, а каким образом стимулировать власть, чтобы она серьезно занималась развитием и выполнением своей обязанности по 131 закону развития малого предпринимательства в сфере торговли. Валерий Николаевич, вот давайте помечтаем все-таки, да, что все прописано, все соблюдают, все готовы развивать. То есть, на ваш взгляд, все-таки, вот если говорить о развитии таких форм торговли, нестационарных, малых форм торговли, там, моноларечки такие, предпочтительнее все-таки какой вариант? То есть, это маленький магазинчик, это вот то, что мы привыкли, ларьки какие-то такие вот, ну, стационарные. Давайте, ларьки нет, такого понятия, киоски. Киоски, да. Вот, автолавки. Или это вот в зависимости от района должно быть. Вот предпринимателю удобнее, наверное, какой-то небольшой киоск, который не надо возить туда-сюда. Я вас услышал. Который дешевле, чем автомобиль. Вот, знаете, ведь не случайно у нас появилась впервые в России идея развития системы производства и реализации товаров местных производителей. То есть, тем самым мы хотели развивать малое предпринимательство на селе, в районных центрах и создавать точки, где можно было бы это реализовать. Я эту идею подсмотрел-то вообще-то в Москве, где внутри дворов устанавливаются киоски. Там висит график фермера, когда он завозит какую продукцию. И вот киоск закрытый. Но в определенный час, в определенный день и в определенный час приезжает фермер, а там очередь стоит. Люди покупают ту продукцию. Ну, по сути, это как на заказ. То есть, люди заказывают эту продукцию, фермеры производят. Просто есть прилавок, цивилизованные условия для продажи. Да, да, совершенно правильно. Все это сделано облагороженно, чтобы не нарушало порядок и видимость дизайна. Ну, все это продумано. С жильцами это посоветовалось. Ну, вот это моноассортимент от одного производителя. Но когда эта система выстраивается вот этих киосков, которые обеспечивают А. возможность реализации местной продукции. И Б. ассортимент шаговой доступности, который повседневно спросит. Молоко, хлеб. Да, совершенно правильно. Опять же, собственных производителей. Это значит уже не моно, а уже поле. То в данном отношении эта тема стратегировать этот вопрос кем? Малым предпринимателям или все же нашим городом? И когда город говорит, стоп, ребята, вы торгуете общим ассортиментом, вам коэффициент аренды земли единицы. Хотя, в общем-то, по земельному кодексу они не имеют права выдавать в аренду землю. Они могут выделять только торговое место, некое воздушное пространство. Потому что иначе надо межевать землю. Но это большая процедура. И обоснование надо еще дать, почему она должна выдаваться под малый бизнес. Практически красная линия. Ну, там невозможно этого сделать. И придумали, что оказывается оформляют аренду земли, и деньги платят предприниматели. А в действительности никто аренду-то не дает. Дает торговое место, некое вот такое виртуальное какое-то пространство. Но какие цены назначают, я просто умиляюсь. Что там пахнет не тем условным рублем, который Киселев назначал, чтобы привлечь малого предпринимателя. А там десятки тысяч уже рублей идут. И предприниматель чешет репу и говорит, а вообще-то нафига мне с этим связываться? А если он еще вспомнит и в теме находится, как уже не один раз обманывали ожидания предпринимателей, и у него есть уже практический опыт, в крайнем случае наши предприниматели в сфере малого бизнеса говорят, если бы я знал, куда я вхожу, я бы никогда туда не пошел. А учитывая, что я туда уже вошел и вложил там свою квартиру, или так, мулика я вот все вспоминаю, это торговый киоск на улице Ульяновской, выезд в Бахту с левой стороны, он сейчас закрытый стоит. Он же туда заложил квартиру. Он продал квартиру, в съемных условиях находился, и рассчитывал, что у него раскрутится бизнес, он отобьет эти деньги и построит себе квартиру. Все, ни квартира, ни бизнеса. Ничего нет. Валерий Турулов, в нашей студии президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, у нас небольшой перерыв, и после вернемся еще к теме нестационарной торговли. Валерий Турулов, в нашей студии мы продолжаем говорить про нестационарную торговлю, напоминаю нашим слушателям, что Минпромторг, Министерство промышленности торговли, российское, задумывалось о том, чтобы возродить киоски на российских улицах в такой форме, пока непонятно. Завтра Государственная Дума будет обсуждать законопроект в первом чтении. Но вот Валерий Турулов скепсисом исполнен по поводу этого законопроекта, говорит, что непонятно совершенно, как это будет работать, и предприниматели, которые поверят в очередной раз, возможно, пострадают в очередной раз. Я еще, Валерий Николаевич, хотел у Вас вот что спросить. Смотрите, вот эта вот цифра, которую нам приводит Минпромторг, в том числе по низкой обеспеченности российских городов, количеством торговых площадей на одного жителя, это ведь на самом деле очень просто решается. То есть мы все понимаем, что в центре города, где большая проходимость, там, да, на каких-то, ну, плакомых, так скажем, местах, торговать выгоднее, чем торговать, например, где-то на окраине города, где народу меньше. Вот. А считают ведь в целом по городу. Конечно. То есть кто запретит местным властям сказать, извините, пожалуйста, а у нас все хорошо. То есть у нас вот там в Нововятске есть, в Бахте есть, в Селерусском есть, в Коминтерне есть, где-нибудь в Порошино еще. Я вас услышал. Вот смотрите, мне кажется, вообще некорректно подобным образом подходить. Необходимо говорить не о количестве квадратных метров на жителя торговых площадей, а говорить о квадратных торговых площадях малого бизнеса на жителя. И не сводить это к крупным торговым объектам, потому что вот Макси построили, и вот, ну все, у меня уже перевыполнен план, и глупость какая-то на человека по квадратным метрам. Но это не означает, что около Макси не должно быть, а наоборот, должно ставиться малые предприятия, которые обеспечивают подобную торговлю. Но Макси попыталась это сделать своим путем. Оно выделило там торговые площади для малого бизнеса, и рассчитывает на то, что они войдут туда для того, чтобы не возбуждать вот тему малого предпринимательства в торговле. Они говорят, ну хорошо, вам тоже место найдется, торгуйте, если у вас будут покупать. Но это, опять же, делается не с точки зрения проходимости для малого бизнеса, потому что там арендная плата за место и т.д. И оно заставляет сделать неконкурентоспособные цены на эти продукты, потому что объемы маленькие по сравнению с Макси, и они абсолютно не будут конкурентоспособными для того, чтобы отбить даже свою арендную плату. Следовательно, вопрос стоит о другом. А как теперь вокруг этого Макси поставить маленькие объекты? Вот сегодня у меня был на консультации достаточно крупный предприниматель, и я говорю, ну хорошо, общественным питанием ты занимаешься, а кто у тебя основной поставщик продуктов, ингредиентов для общественного питания? И он говорит, да, все очень просто, там пятерочки заказываю, и они по плану, и им хорошо, и мне хорошо. Я говорю, а ты понимаешь, что вопрос-то очень такой серьезный. Я завтра подойду к пятерочке, заплачу, сделай сбой на пару дней поставки продуктов, у тебя взорвется все свое общественное питание и т.д. Почему же вы так плохо про пятерочку думаете? Нет, я говорю, что они не возьмут ваши деньги. Это к примеру. Я говорю, риски-то должны оцениваться, чтобы наверняка, и пятерочка была абсолютно промотивирована качественно работать, и даже не допустила себя в мыслях. Следовательно, 50-50, 50% поставки продуктов от наших собственных производителей, 50% от здесь. И если качественные показатели пятерочка не выполняет по ингредиентам, как фермеры, то я увеличу употребление продукции здесь. И пятерочка вынуждена будет обеспечивать качественную, не любую поставку продукции по номенклатуре и ассортименту, а только качественную продукцию по номенклатуре и ассортименту, потому что если она проколется в отношениях с нашими фермерами, то в данном случае я откажусь от ее услуг. Это повышает качественность услуг. Следовательно, в одну корзину яйца не складывают. Аналогично точно здесь же, точно так же. Мы должны предоставить своему потребителю, жителям города Кирова, условия и возможность выбора. И заставить крупные сети не вот это все, извините за выражение, ГЭ нам гнать, да? ГЭ с точки зрения генномодифицированной, да? Ну, кто-то ассоциировал с другим, да? Но это право каждого. А качественный продукт гарантирует, что натуральная составляющая, экологическая чистота, не навреди здоровью, сделая функциональным это питание, ну, не объявляя об этом, но сделая его функциональным питанием, которое профилактирует здоровье человека, снижает нагрузку на функциональные органы человека, сделая профилактику здоровья через питание людей. Вот тема. Вот она тема. Следовательно, в этом отношении, я же не случайно понимаю, Минпромторг эту тему поднимает, потому что вопрос здорового питания, если откроете указ президента 204-й от прошлого года, о национальных проектов, там эта тема сглазит. Индивидуальное питание, здоровое питание, здоровый образ жизни, продолжение демографии, длинная цепочка, 12 проектов. Но все цепляется за продукты питания. И они сегодня, Минпромторг, он защищается, говорят, да, мы в теме, уважаемый президент, мы под козырек берем, но не факт, что так будет. Еще, Валерий Николаевич, вчера эксперты уже обсуждали эту тему, предложение Минпромторга, и опасения были следующие. Предприниматели, как вы говорите, те, которых обманули уже однажды, а кого-то и не однажды, не поверят и не пойдут. Вот цифры надо будет подгонять, потому что у нас, как закон принят, надо исполнять его, да? Не получится ли так, что все эти небольшие, там, нестационарные торговые объекты начнут открывать как раз сети? Мы это проходили тоже, и в свое время мы с Олегом Березиным спорили, это Глобус, да? И я ему предлагал тогда модель, с Касулиным мы даже встречались, которая развитием занимается система Глобус, и я предлагал, говорю, чего мы там соперничаем и конкуренем. Давайте создадим следующим образом. Крупная сеть, скажем, Глобус, она реализует продукцию, понятно, что всю продукцию, которая находится на полках, вы не продадите, а малый бизнес, он все равно на базах берет эту продукцию, так вы по оптовой цене передавайте эту же продукцию малому бизнесу, и удовлетворяйте, расширяйте сеть реализации своей продукции. Но при этом соблюдайте правила игры, вот это разумности, местные товары, качество и так далее и тому подобное. А для них-то тогда какой интерес, если они по оптовой цене будут? А объем-то через них проходит, реализация-то объем-то через них, мне-то какая разница, либо на оптовке брать продукцию, либо у них как на оптовке. Понятно. И освобождать площади, увеличивать оборот. И для чего тогда так говорить? Они говорят, да, да, замечательная мысль, и если раньше там они зачищали 150-300 метров, то дальше начали за полкилометра зачищать малый бизнес. Вот и все. То есть сети все-таки не заинтересованы? Нет, 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 абсолютно. Вы что? Ладно, давайте прогноз сделаем по Кирову, и все-таки с этой темой, наверное, будем так немножечко закругляться, еще впереди у нас. Поверят наши предприниматели, если будут как-то вот прям четко прописаны правила игры. Пойдут или не пойдут? Вот, если вы помните, буквально где-то месяца два назад принималось новое положение, вот опять же по этим нестационарным торговым местам, да, объектам под видом благоустройства. На уровне муниципалитета. Да, да, да. И как вы видели, там вектор заряженности города был не на развитие малого предпринимательства и НТО. Звучала коренная фраза. Это позапрошлый век, и с этим надо кончать. Поэтому, если город не будет мотивирован, я имею ввиду органы власти, мотивирован, не стимулирован, стимулирован это вот закон, приказывают и так далее, ну, что ты мне приказываешь, я сымитирую, почему я не сделал, и найду объяснение, почему я что-то не сделал. А вот он будет заинтересован в этом вопросе и будет понимать, что это действительно жизни не необходимо, тогда предприниматели поверят. А заинтересован он может быть по каким причинам? То есть, город ведь не отвечает за количество рабочих мест в Кирове? Или отвечает? Почему не отвечает? Вы почему говорите? Вы почитайте 131-й закон о местных органах власти, он за все это отвечает. Это общепринято, я в свое время, когда там Быков был главой, я подходил, говорю, нам надо экономику развивать и так далее, там подобное, рабочие места, у города нет такой функции развития экономики. Вот видите, я же вам говорил. Да, да. И это трансформировалось дальше. Я был последним председателем комитета экономического развивания в ЗАС-собрании, Быков пришел председателем и ликвидировали данный комитет. И ликвидировали комитет. Комитет. Поэтому я думаю, что вопрос очень простой. Понимание сущности и целесообразности, прежде всего, органами, властями, необходимости этого вопроса, тогда пойдет конструктивная работа. Если же город не верит и считает не нужной эту тему, а его заставляют этим заниматься, ничего толкового не будет. Толкового не будет. Валерий Турулов, нашей студии, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области. Делаем сейчас, наверное, небольшой перерыв и после этого вернемся уже с другими темами. Валерий Турулов, нашей студии, продолжаем с ним программу «Особые мнения», очередная наша тема. Я просила Валерия Николаевича накануне подумать, что он хотел бы сказать по поводу административной реформы. Я напомню, мы обсуждаем это тоже уже не первый день и не первый раз с нашими гостями, с нашими экспертами. Предполагается, что каким-то образом либо разделят полномочия, либо ведут новую единицу в областном правительстве. Это будет человек, который отвечает на территории Кировской области за исполнение национальных проектов. Как он будет называться, пока непонятно. То ли это разделят полномочия председателя правительства, губернатора, но при этом губернатор останется первым лицом, то ли это будет какая-то отдельная еще одна, это уже снова название. Это полезные инновации? Ну вот смотрите, я являюсь доцентом Московской финансово-юридической академии, но это университет, а просто аббревиатура оставленная, и университет МУГУ, Московского университета государственного управления. Там преподается такой предмет, в крайнем случае преподавался до последнего времени, теория организации. Теория организации, она показывает, каким образом необходимо вывести некие организационные модели, организационно-функциональные модели, которые могут быть эффективны и работать на успех. Понятно, что совмещение должности губернатора с председателем правительства никогда не обеспечит эффективной деятельности, потому что... Валерий Николаевич, а сколько лет у нас существует такая... А вы же помните войну, которая велась после Сергеенкова? Сергеенков-то он старался разделить эти функции, а потом пришли следующие товарищи, которые забрали эту всю власть под себя, и началась борьба... Шаклеен, по-моему. Шаклеен, да, Шаклеен объединил, и тогда, насколько мне помнится, Валентин Николаевич Пугач, он говорит, стоп, ребята, вы что делаете, оно управлять-то не будет даже... Главный федеральный инспектор, сейчас нынешний ректор, и он тогда на грабли-то наступил крепко, потому что кому-то не понравилось это, но я не хочу трогать, потому что могу навредить Валентину Николаевичу своей... Дело прошлое. Да, дело прошлое. Выяснили, когда... Но он тогда бы смущался и говорит, вы что творите-то, надо управлять, надо развивать область. А получилось... Разделение штука правильная. Правильная, потому что губернатор, это гарант конституции, и выполнение устава нашего территории на нашей Кировской области. Да. Он гарант. Его задача вот это всё контролировать, наблюдать, обеспечивать и так далее. Правительство, оно должно выполнять в рамках намеченных программ и поставленных задач, в том числе президентом, через губернатора выполнять эти задачи. Значит, задачи идут для правительства с двух сторон. Законодательное собрание и через губернатора от президента Государственной Думы не только снизу Государственная Дума, но и сверху, через исполнительные органы власти, опять как задача к правительству, где должно вот это сочетание вариантов деятельности и так далее, и тому подобное. То есть правительство это орган всё же исполнительный, который должен все задачи не абстрактно воспринимать, а реализовывать и материализовывать эти задачи в виде конкретных результатов. Правительство всё-таки во главе вот с этим человеком самым главным должно подчиняться губернатору? Или оно должно подчиняться там застава? Нет, оно и будет подчиняться. Как у нас президент и правительство. Кто может хотя бы на йоту усомниться, что правительство не подчиняется президенту? Вы можете усомниться в этом? Ну, не знаю. Не знаю. Да нет. Зависит очень от кандидатуры и от того, кто занимает пост президента. Это уже вы говорите о искусности управления. А я говорю, что не подчинено. Всё, подчиняйся. И конституция у нас так выстроена, что у нас президентская республика. И не надо в этом сомняться. Никакой у нас демократичности нет, у парламентаризма, всё это фигня. У нас вот губернаторская область. Да. Да, губернаторская область. Поэтому с этим мы частично разобрались. Но почему на сегодняшний день нашему губернатору на мой взгляд комфортно и выгодно разделить власть. Вот да. Почему сейчас именно будем заговорить? Потому что на сегодняшний день мы имеем опыт майских указов предыдущих 12-го года и частично их выполнения. И президент сказал так не прокатят с майским указом. И длинный список следующих указов. Да. С 16-го года указ уже пришёл более систематизированный. И аппарат президента сказал мужики на месте вы там разберитесь уже не прокатят как в 12-м году. Вы за всё ответите. По принципу пацан сказал пацан сделал. Я сказал а вы делайте. Вы говорите о том что человек который будет отвечать за исполнение на территории Кировской области национальных проектов он и будет отвечать если вдруг они не будут а губернатору ничего не будет. Нет. Он будет управлять этим процессом и появляется элемент управления на местах. Не вообще ведь как у нас было по 12-му году на местах здесь почесали и всё равно не проверят что надо то и напишут. А теперь появляется конкретный смотрящий условно так скажем да который не только смотрит но и координирует и синхронизирует эту работу и при этом есть исполнитель. Нам обещали за каждым министром будет закреплён ещё и определённый куст из районов Аня вот я знаете участник такого процесса когда один из первых в Кировской области отреагировал на указ президента номер 204 Запомните пожалуйста нашим слушателям что это указ президента о введении национальных проектов 12 национальных проектов они появились в мае прошлого 16-го года ой 18-го года извините 18-го года вот и как они только появились я сел и усиленно их изучил и чешу репу и думаю ну наверное через пару дней начнётся будь что у нас в правительстве проходит пару дней недели месяц проходит два месяца проходит будь что я скоррелировал деятельность нашего некоммерческого партнёрства биотехнологический кластер мы внесли изменения в стратегию в соответствии с указом президента иду в правительство ну неважно в какой кабинет и говорю ребята вы что тут делаете да вот мы работаем над стратегией развития Кировской области а как вы учитываете указы президента потому что это основа сегодня стратегии на ближайшие шесть лет вы то как да ладно мы что там надо мы отчитаемся я присел припух и говорю да далеко пойдём неужто Владимир Владимирович именно на это рассчитывает он то наверное рассчитывает что всё спокойно и всё благополучно на местах не будет никакого социального взрыва нацелены нацпроекты именно на то чтобы повысить благосостояние продолжительность жизни работы ну всё замечательно повышение производительности в конечном счёте и страна сказка да сказка страна и при этом мы делаем технологический прорыв и мы к 35 году делаем в шестой технологический уклад прям прямой наводкой и в числе ведущих экономик да к 35 году мы становимся в пяти ведущих экономиках и в принципе теоретически это в принципе возможно об этом я ещё говорил когда я находился в законодательном собрании следовательно когда на сегодняшний день пришли и действительно аппарат-то президента начал спрашивать ребята а что там у вас происходит они говорят так мы же вам к 1 октября послали свои предложения они говорят стоп-стоп предложение это вот что-то от лукавого да вы отписались перед правительством а что вы конкретно делаете ребята что мы вам 4 миллиарда с лишним дали на область на реализацию этот нацпроект вы рассчитываете что их распилите извините вы за эти денежки то отчитаетесь и вот здесь то начинается самое интересное я думаю что Игорь Владимирович он правильно оценил расклад сил и в этом отношении я думаю будет абсолютно правильным что за эти нацпроекты должен отвечать непосредственно председатель правительства учитывая ну как взаимосвязанность многих ведомств а точнее всех ведомств и министерства правительства Кировской области они должны быть завязаны на нацпроекты следовательно основным координатором и организатором работ на местах должен являться председатель а основным координатором и синхронизатором это губернатор мне вот что интересно Валерий Николаевич ну правда времени у нас мало остается Аня извини я не говорю что это правильная вообще самая эффективная модель то есть у меня есть другая нет нет у меня только вот какой вопрос смотрите у нас ведь бывает такое в России да я не знаю люди говорят что если например какая-то живет бедность живет плохо живет не очень там ну как-то прорывное технологически там и прочее что делается у нас у нас снимает неудачного губернатора в этой ситуации как будет ну то есть вот реализуем национальные проекты ну во первых снимать должны по результату председателя правительства уволили отправили в отставку а кубернатор может баллотироваться на второй давай Аня в данном отношении когда мы должны подвести результаты исполнения указа президента в таком году в 24 а до 24 года либо шаг умрет либо и шаг у которых нет ну чего ты елки зелен понятно в общем непонятно что там будет в 24 а вот то что сегодня по оперативной деятельности принимаемые меры и так далее ну за это уже сегодня надо отвечать понятно мне все понятно спасибо большое все разъяснили но у меня есть другая модель у меня есть другая модель но я ее сегодня не буду озвучивать она должна идти вообще-то эта модель снизу народного самоуправления какого-то ну если хотите то да хорошо это коротко мы к этой теме обратимся я думаю чуть более подробно у нас просто еще одна тема есть важная я напоминаю нашим жителям мы будем анонсировать кировчанам в этом воскресении будет митинг в сквере борцам революции это возле стадиона Динамо митинг посвящен ну так-то он посвящен мусорной реформе но организаторы заявляют что прийти туда могут все недовольные тарифами на любые на любые виды коммунального кусту это союз этих старших домов совет старших подомок Валерий Семенищев организует но насколько я понимаю участие в этом митинге планируют принять и представители политических партий вы там будете кстати ну давайте так официально они пригласили только системную оппозицию ЛДПР КПРФ и справедливую Россию несистемников они пытаются умолчать от этой вещи и поэтому меня как несистемника руководителя может быть пустят но они не приглашали я считаю что организация должна осуществляться действительно с реальными силами которые есть большие или маленькие это уже несущественно но они должны приглашаться а на сегодняшний день приглашается пока приглашений не было не было ну пойдете ну мы соберемся в среду на свое традиционное мероприятие у нас будет собрание и мы определим целесообразность участия в этом мероприятии и в какой форме мы будем участвовать но то что участвовать будем это факт а вот как и что и какие цели мы при этом будем ставить мы еще должны осмыслить я бы хотела ваш прогноз спросить у нас буквально две минуты остается Валерий Семенищев вчера в нашем эфире говорил что заявлено мероприятие до двух тысяч участников я честно говоря не припомню таких массовых митингов в Кирове с таким количеством последнее время последнее время последнее было в 11-м году как раз вот на волне там народного протеста да после которого началось болотное дело и все заглохло вы как думаете на этот митинг много ли придет народу вот на это да и и зависит ли вообще от количества того сколько придет какие-то решения вот вы ключевое сказали что не количество должно определить итоги этого мероприятия должна быть какая-то результативная часть в виде принятия решений конструктива и так далее а что надо сделать вот мы считаем это несущественным там 2000 или 20 человек вот если эти 20 человек собрались и провели в виде собрания общего собрания на котором приняли соответствующую программу действий и дали соответствующее поручение чего в этой программе каждому отводится вот я за такие методы как было когда парнас проводил там сотня может собралась да в стопе от 150 до 300 разные там но опять же не в этом смысл когда наши товарищи там выступили и сказали а давайте объявим вот этот митинг в собрании потому что митинг ну это пар в свисток выпустили и дальше все забыли разошлись с чувством преисполненного долга о какой я смелый да и как ничего не делалось так ничего делаться не будет они предложили наши товарищи говорят давайте объявим собранием и изберем общественный совет по решению этой мусорной проблемы избрали там 4 человека дали им полномочия депутацию им сделали чтобы не просто так вы потом на следующем собрании перед вами должны ответить а что вы сделали куда вы движетесь какая от нас вам нужна чего поддержка вот это уже серьезно это уже то что нам надо под это уже можно вырабатывать определенный сценарий поведения где может быть включено не выполняются требования народа значит будем перекрывать дороги будем заостанавливать вы выполняете смотрите в конституцию кто должен обеспечивать управление в государстве народ в общем мы не призываем Валерий Николаевич ни в коем случае перекрывать дороги я вам просто как пример сказал были конструктивные какие-то предложения а это конструктив и от организаторов митинга и от его участников совершенно правильно Валерий Турулов в нашей студии к сожалению Валерий Николаевич время наше заканчивается о чем там не успели президент ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса был в нашей студии не успели мы с вами обсудить деревянные школы которые планируются строить в районах нашей области спасибо Валерию Турулов на этом прощаемся до свидания Продолжение следует...